МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь они имеют назначения совершенно различные. Есть сатирические плакаты, есть открытки революционного содержания и есть даже живописные полотна, которые свидетельствуют о том, какие же события происходили в 1917 году. Музей Ленинского мемориала поддерживает связь с ведущими музеями Китая и Вьетнама. Как известно, в этих странах особенно трогательно относятся к вождю мирового пролетариата. У нас, в частности, заключены соглашения о сотрудничестве, например, с музеем Мао Цзэдуна, с музеем Люшао Цзэй. И вот через некоторое время мы планируем, что у нас откроется выставка из Китая, из музея Люшао Цзэй. Это Люшао Цзэй, человек, сблизивший Россию и Китай. С 23 по 29 октября в Театре юного зрителя состоится заключительный этап фестиваля-лаборатории «Театральная революция». Постановки на тему великих и ужасных событий, конечно же, будут в программе. Но все же пьесы выбраны в основном не о политике, а о переменах в обществе. Как вы видите, у нас идет полная подготовка к премьере спектакля по рассказам Зощенко. Все костюмы в нашем спектакле выдержаны в синих-голубых тонах, поскольку Зощенко назвал свою книгу «Голубой», а «Голубой» для него был цвет надежды, цвет неба, цвет, где летают аэропланы и птицы. Это цвет надежды и надежды в то, что люди станут лучше. В рамках столетия революции задача деятелей искусства напомнить о знаменательных событиях максимально красочно и информативно. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.